Пытания малогабаритных атомных зарядов были проведены в морских условиях. Суровая природа, обрыбистые берега, неспокойный рельеф местности, частые туманы характерны для этих мест. Здесь были проделаны большие строительные работы. На побережье выросли лабораторные и жилые здания нового полигона. Оборудованы причалы. Построен аэродром. Для испытательной акватории была выбрана удобная закрытая бухта, находящаяся на расстоянии 200 километров от основной базы полигона, где при специально выстроенном здании идет сборка изделия. После сборки головной части боевого зарядного отделения торпеды производится контрольная проверка установленной на ней аппаратуры. Подготовлены к стыковке части торпеды. Резервуарное отделение с кормовой частью. Цилиндрическая часть боевого зарядного отделения, содержащая атомный заряд. И головная часть боевого зарядного отделения с выходящими из нее кабелями подрыва. Торпеда собрана. Теперь она будет доставлена на корабль, который специально оборудован для погружения и подрыва торпеды. Теперь торпеде предстоит 200-километровый путь до места подрыва. Корабль с торпедой на переходе эскортирует корабли военно-морского флота. Корабли прибыли на место. Торпеда вынута из трюма и вместе с кабелями подрыва погружается в воду. Она будет установлена в вертикальном положении. Глубина погружения торпеды 12 метров. Кабели соединяют торпеду с радиоаппаратурой, установленной на корабле и предназначенной для приема сигналов подрыва. Погружение торпеды закончено. Последний корабль уходит из бухты. Теперь на испытательной акватории остаются лишь корабли-мишени и корабль с подвешенной к нему торпедой. Для подрыва торпеды до взрыва осталось меньше двух часов. Воздух уходят самолеты, оборудованные автоматической кинофотоаппаратурой за регистрацией картины взрыва. На командном корабле производятся последние операции. Команда подана. Автомат включен. Радиосигналы автоматики пошли в эфир. До взрыва остались считанные секунды. Застыли в бухте корабли-мишени. Последние секунды. Быстро расширяющийся белый круг на воде. Это след воздушной ударной волны. На поверхности воды видны всплески, вызванные падающим из большой высоты обломками корабля, стоявшего над торпедой. Испытание нового атомного заряда для торпеды успешно закончены. Результаты испытаний дали большой материал для дальнейшей работы ученых, конструкторов и для военно-морского флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова